Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Вы мне часто пишите, что хотели бы увидеть видео-обзор покупок одежды из Алиэкспресс, но я подумала, что возможно обычный обзор будет немножко скучноват. И вы знаете, у меня с головы просто никак не могла уйти вот эта вот картинка, типа ожидания и реальность. Ну, вы поняли. И я подумала, у меня же тоже есть платье с Алиэкспресс. Почему бы мне не сделать что-то типа ожидания и реальность, сравнение идеальной картинки сайта с обычной суровой реальностью. А что из этого получилось, давайте посмотрим. Сразу предупреждаю, фигура у меня далека от идеальной. Первое платье сделано как будто из джинсовой ткани. На самом деле это полиэстер, и я бы сказала, не самого худшего качества. Он практически не трещит и не такой отвратительно скользкий. Выбрала я размер М, хотя ношу всегда размер С. Но все-таки подумала, что это азиатские размеры, и они скорее всего конкретно маломерят. Но на самом деле лучше, конечно, брать размер в размер. Но, как видите, платье спереди короче, а сзади длиннее. То есть, как бы сзади оно норм, а спереди все-таки коротковато. Я бы не рискнула носить это с голыми ногами. Скорее всего, куплю под него какие-нибудь серые леггинсы. Рукава здесь сменной длины, то есть можно носить в полный рукав. Или подвернуть на три четверти и застегнуть на пуговичку. Это, кстати, очень удобно. В общем и целом, платье село неплохо, но слегка коротковато. Как по мне, опять же, планирую носить с леггинсами и белыми кроссовками. Следующее платье немножко такое пляжное, я бы сказала. Как будто оно из какого-то шелка. Ну, скорее всего, мне просто хотелось в это верить. На самом деле, это очень плотный, такой как будто прорезиненный материал. Напоминающий где-то гидроплавательный костюм. В общем, я не знаю, летом в нем находиться очень сложно. Размер у него был универсальный. И вообще, по покрою, это больше похоже на наволочку с отверстиями для рук. Но такой фасон для лета не так уж и плох. Платье шло у нас с пояском, но это скорее шнурочком можно назвать таким черным. Но я его где-то уже потеряла, потому что он никак не крепится на талии. Длина мне его вполне устраивает. Красивая, интересная расцветка. Цвета не уходят после стирки. Это огромный плюс. В общем и целом, неплохой вариант, но уж очень отвратительная ткань. Она тяжелая, она не пропускает воздух и влагу. Поэтому надеваю его раз в году, летом на купальник. Следующее платье, вот такое вот летящее, зеленое. Это тоже полиэстер. Честно говоря, китайские производители гришат синтетическими тканями и не всегда хорошего качества. Но здесь платье выполнено довольно неплохо. У него даже есть подкладка, что редкость в таких прозрачных платьях. Оно довольно летящее. Мне нравится, как выполнена у него вот эта вот шнуровка в области груди. Размер здесь тоже М. И для меня было приятным сюрпризом, что длина рукава вполне сносная. Честно скажу, оно мне понравилось больше всего. Оно практичное. Оно довольно комфортное, свободное. В нем легко двигаться. У него идеальная длина, чуть выше колена. В нем не тесно и не жарко. Мне кажется, идеально будет смотреться с кроссовками и рюкзачком. Следующее платье, которое мне вообще не свойственно носить. Даже видно по видео, насколько я смущаюсь здесь. В общем, оно такое откровенное. Ну, если мягко это сказать, да. Оно с миллионом пайеток. Бывают они в разных цветах. Мне прислали вот такое вот с золотыми пайетками. Есть там еще синими и черными. Платье в размере М мне оказалось немножко больше, чем нужно. Но зато длина более-менее нормальная. Короче, оно явно рассчитано для третьего размера груди. А так как у меня далеко не третий, да и не второй. Там хоть бы в минус не уйти. Оно, конечно, совсем не так сидит, как на картинке. За счет пайеток оно довольно тяжелое. Царапает мне слегка руки, когда я пытаюсь как-то двигаться. В общем, возможно, я себя некомфортно чувствую, потому что это совсем не мой стиль. Я обычно не ношу такие откровенные наряды. Ну, может кому-то нужно на коктейльную вечеринку. Также в посылку с одеждой зачастую вкладывают какие-то маленькие подарочки. Вот, например, к зеленому платью мне положили вот такой вот кулончик. А к черному красную ниточку браслетик. Также нашла вот такую вот открыточку с изображением Китая. Так что не спешите сразу выбрасывать кульки с посылок. Там может быть что-нибудь еще приятненькое для вас. На этом все. Надеюсь, это видео было вам, ну, не совсем полезным, но хотя бы интересно. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Или можете кликать на вот эти вот иконочки. Это тоже мои видео. Возможно, там есть что-нибудь тоже интересненькое. Спасибо вам огромное за внимание. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok